Культурный норматив школьника Культурный норматив школьника Народный артист Советского Союза Владимир Абрамович Этушев, сыгравший в фильме роль Карабаса-Барабаса, записался добровольцем на фронт в конце сентября 1941 года. Сражался на горных перевалах Кавказа, освобождал южные города и Украину от фашистских захватчиков. В 1943 году под Акмаком в Запорожской области был тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и был комиссован. Вот выписка из наградного листа к ордену Красной Звезды. В наступательных боях в районе Моспина 7 сентября 1943 года товарищ Этуш был послан на помощь в батальон, имевший сложную обстановку в выполнении поставленной боевой задачи. Товарищ Этуш смело повел роту на врага, причем своим умелым маневром выбил противника из района городок. При этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемет. 15 сентября 1943 года, наступая на районный центр Куйбышева, лично с группой бойцов первым ворвался в село и в уличных боях уничтожил 8 солдат и офицеров противника. Был тяжело ранен. За мужество, проявленное в боях, награжден орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. 20 июня 1941 года Владимир Басов, сыгравший в фильме роль доктора Дуримара, окончил десятилетку. После выпускного пришел во Всесоюзный государственный институт кинематографии, чтобы узнать правила приема в это учебное заведение. Ушел, твердо уверенный в том, что обязательно поступит. Но в его радужные планы вмешалась война. Первую награду лейтенант Владимир Басов получил еще в должности начальника клуба 4-й отдельной стрелковой бригады. Командование высоко оценило его способности по организации концертов для бойцов. Коллектив художественной самодеятельности под руководством лейтенанта Басова дал 150 концертов, из них 130 в ротах и батареях, в блиндажах непосредственно на переднем крае. Характеризовал его начальник политотдела бригады 14 мая 1943 года, представляя его к медали «За боевые заслуги». Екатерина Зеленая – настоящее имя актрисы, сыгравшей знаменитую черепаху Тортилу. В атаку не ходила и гитлеровцев лично не била, но свой вклад в копилку победы она тоже внесла немалой. В составе концертных бригад артистка московской госэстрады постоянно находилась на фронте. В наградном листе к ордену Красной Звезды написано «Находясь на 4-м Украинском фронте, товарищ Зеленая вместе с боевыми частями прошла через Карпаты. В минуты передышки между боями в землянке, разрушенном сарае или на поляне выступала в 83 концертах для рядовых, офицеров и генералов». Осенью 1945-го актриса побывала в Берлине, где по собственному признанию расписалась на Рейхстаге. Юрий Катин-Ярцев, сыгравший в фильме «Приключения Буратино» старика Джузеппе. В 1939 году поступил в театральное училище имени Щукина, но через месяц учебы был призван в Красную армию. Ему выпало стать военным железнодорожником. Воронежский фронт, 1-й украинский, 4-й украинский и везде комсорг Катин-Ярцев вместе с однополчанами восстанавливал железнодорожные пути, по которым на фронт шли и шли эшелоны с техникой, бойцами. Первую свою награду, медаль за боевые заслуги, Юрий Катин-Ярцев получил в октябре 1944-го. А в мае 1945-го был награжден Орденом Красной Звезды. Позднее Юрий Васильевич получил еще одну награду – медаль за победу над Германией. Демобилизовался он лишь в 1946 году. Николай Гринько, знаменитый папа Карло. На фронте служил стрелком-радистом на бомбардировщиках дальнего действия. Аэродромы тяжелых бомбардировщиков располагаются в тылу. Но каждый вылет – это смертельная опасность быть сбитым далеко за линией фронта. Потери самолетов были не менее значительными, чем в других авиаполках. Николаю Григорьевичу повезло. Самолеты, на которых он летал, благополучно возвращались. Боевую службу Николай Гринько совмещал с должностью комсорга полка. В 1943 году его приняли в партию. Свою первую награду – медаль за боевые заслуги – артист получил в 1944 году. Не за вылеты, а за участие в самодеятельности. Парень играл в свободное время в концертах самодеятельности, устраиваемых для сослуживцев. Позднее старшине вручили орден Отечественной войны второй степени и медаль за победу над Германией. В наградном листе к медали за боевые заслуги написано «Товарищ Гринько Николай Григорьевич показал себя как дисциплинированный, выдержанный боец Красной Армии». К сожалению, война не кинопленка. Из нее не вырежешь кровавые кадры. И немало будущих кумиров советских зрителей вынесли свой вклад в общую победу. Впервые взяли в руки автомат вовсе не на съемочной площадке и сыграли свои первые роли солдат не в фильмах, а в настоящей жизни. Но в нашей памяти они навсегда останутся персонажами добрых, справедливых, сказочных героев.